Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 1 августа, я вот у себя на участке, блогер из Перми, сотрудник ГГБ, бывший Бессонов Алексей Борисович. Ну вот, в стране, друзья мои, нарастают массовые протесты. Как обычно, начинается с молодежи, Навальный подымает, потому что действительно фальсификация выборов, отсутствие элементарных свобод и так далее. Но это еще только первая страна, что называется первый этап протеста. В Африке, вот об этом говорят, когда народ поставал против апартеида, люди шли на пулеметы, под выстрелами, с танцами, с плясками и так далее. Ну что такое, для Москвы вышло всего 20 тысяч, это не так много. Уверяю вас, станет выйдет вся страна, будут миллионы. Они попытаются, и пытаются сегодня, так сказать, нивелировать протест. Вот сегодня, так сказать, пытается его Навальный возглавить, но у них ничего не выйдет. Почему? Катастрофическое ухудшение жизни населения. Люди фактически выживают, да? Понятно, что голодный человек, который боится потерять работу, затравленный властями, кредитами, они всю страну посадили на кредиты, потому что, так сказать, процентов. Ипотека это вообще не является во всем мире, она не является кредитом бизнеса. Ипотека это жизненно важные необходимые условия. Поэтому она должна быть беспроцентна, ребеночек родился 30%, списываем, трое не родилось, все-все погасим и так далее. Тем не менее, они вот сегодня пытаются... Да, продолжай. И вот они пытаются людей, что называется, погасить любые, так сказать, недовольства, но оно зреет недовольство, потому что выживать невозможно. Они перекрыли, что называется, весь кислород, институционная реформа, отсутствие выборов, отсутствие политических партий и так далее. Ну, вот, как вариант, дают в Навального, да? В общем-то, он требует косметических изменений, там, что там, ну, выборов и так далее. Нам нужно медсистему, да? Подождите, созреют, созреют, да? И это уже случилось в России, когда Ленин перехватил у либералов, вырвал эту власть, так и мы вырвем. Мы придем к власти. Помните, в 91-м году, когда они рушили КПСС, да, в КПСС было много проблем. Реформа политическую начинала с Сталина. По отделению государственных органов от партийных, 13 лет съезды не собирал. Хрущев, так сказать, отстранил, остановил эту реформу. Проблемы были, все и так. Но, тем не менее, вектор нельзя изменить. Только социальные реформы. И люди выйдут, созреют, подождите. Люди будут требовать, так сказать, умирать будут за, так сказать, идеи социальные. Все это впереди еще. Эту ситуацию невозможно остановить, потому что, ну, людям всеми кормить нечем. Человек труда сегодня поставлен в положение скота самому натуральному. Посмотрите его в глаза. Он приходит к жене рабочей, семье, он, так сказать, стосняется и сказать, что он рабочий. Да, почему? Потому что он получает себе 15-20 тысяч, так сказать, жалкий начальник цеха получает по 300-400 тысяч. Да, директор завода тут вообще уже миллиардер, хотя все это, собственно, все это создавал человек труда. Поэтому все впереди. И те, кто рывал партийные билеты, тот, так сказать, плювал в КПСС, в левые социальные идеи, так сказать, да, называл себя так демократом. Они еще будут, прибегут к нам, будут раскаиваться. Потому что есть вектор определенный. Но без борьбы ничего не дается. Вот те социальные потрясения, преобразования, которые в Европе, все. Они все были в высочайшем борьбе. Поэтому у нас еще все впереди. Идадий Андреевич стареет, он уйдет, у него уже много лет, ему придет мое поколение. Мы все равно будем вырывать. А мы коммунисты, так сказать, я был в одной партии, в КПСС и в КПРФ. Да, много проблем, много взглядов, разные, не совсем согласны. Но вектор, он, в принципе, такой. В основе человек труда и так далее. Люди по 30-40 лет, я говорю, уже не меняли квартиры, не меняли мебель в квартирах. Живут полуголодные, полунищие. Если на пенсию вышел, все, все равно все обесценили. И, к сожалению, этот вектор, вот эта группировка, которая в власти, она изменить не в состоянии. Поэтому будет протест в рамках закона. Ну, насколько можно в рамках закона. Если у человека ничего есть, там уже не до закона, друзья. Поэтому все еще впереди, все самое интересное впереди. Это только начало. Они пытаются сейчас перехватить протестные акции. Ну, Навальный там требует политической реформы. А мы будем ставить вопрос, как конкретно. Убрать их от власти на законных основаниях и так далее. Все будет нормально. Спасибо. Ваш Бессонов Алексей Борисович.